Практическая психология Вера, очень мне нравится коуч по эффективному планированию личного года Вот знаете, у меня есть такая история жизненная Я совсем недавно вернулась из гостей, ходила в гости в выходные Где до сих пор стоит новогодняя елка То есть март месяц, это еще не повод для того, чтобы эту елку убрать У кого-то жизнь начинается с понедельника, у кого-то с нового года А вот сегодня бы хотелось поговорить, как не пропустить вот эту великолепную весну Великолепную пока еще только на календаре, потому что снег нас засыпает Когда начинается у людей личный Новый год? Личный Новый год начинается с дня рождения И отсюда можно планировать уже свой год Потому что кто-то у нас родился 1 января, кто-то в середине года Кто-то родился в конце года То есть на самом деле у нас очень много точек отсчета, откуда мы можем начать И мне кажется, по моему личному опыту уже как коуча Что самое эффективное планирование именно начинать планирование с личного года Потому что у нас есть определенные ритмы, и они у всех одинаковы Расскажите об этих ритмах Да, соответственно, у нас есть спады и есть подъемы И если посмотреть на год, то есть вот есть даже такая табличка Такой чудный график, вот на котором все видно И здесь мы видим зеленым цветом, это у нас подъем Красным цветом, это у нас спады энергии То есть это показатель спадов энергии То есть мы еще раз доказываем себе, что мы часть природы И цикличность для нас это норма, да? Да, 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 да И этот цикл просто нужно знать и уметь под него подстраиваться И на самом деле его эффективно использовать А вот можно сейчас общими словами, потому что слушатели не видят этого графика, подъёмы у нас чаще бывают как раз после дня рождения, да? Ну вот если посчитать, по сути у нас получается 6,5 месяцев в году это мы на подъёме, это у нас так бодрячком хорошая энергия. Что-то хочется, да? Да, хочется энергии, будет, и как раз вот это нужно использовать для новых начинаний, то есть хотя бы начать в это время. Да, потом уже, предположим, процесс запущен, и он уже идёт самотёком. И, соответственно, 5,5 месяцев это спад. То есть радуете, что 6 месяцев? 6,5. 6,5, да? Мы в бодром состоянии, да, в таком активном. Ну и, соответственно, надо же когда-то отдыхать. Отдыхать. По сути, это же нормально, как день и ночь, так и здесь. Активность и определённая пассивность. Вот, и что нужно знать, вот я даже могу перечислить, подъёмы энергии это первый месяц, 3, 4, 5, 6, 9, 10 и половина 11 месяца, это считается от дня рождения. От дня рождения. То есть это очень индивидуально. Почему это надо сделать как бы индивидуально и с каждым человеком отдельно такой вот себе график составлять. Давайте ещё раз повторим. Итак, подъёмы. Подъёмы энергии это первый месяц, третий, пятый, шестой, девятый, десятый и половина одиннадцатого. И, соответственно, спад энергии это оставшиеся месяцы второй, четвёртый, седьмой, восьмой, одиннадцатый и двенадцатый. Вот так сейчас каждый из слушателей примерно посчитал, в каком он периоде находится, подъёмы или спад, да? Да, и, соответственно, весна у кого-то попадает на подъёмы, а у кого-то на спад. И, соответственно, различные стратегии, как себя вести. Конечно. А то вот у нас такая ситуация, да? Я там на работу прихожу, говорю, девочки, весна. Она меня так смотрит и говорит, ну да, весна. Какая весна, межсезонье, опять слякать, опять грязь тут будет. И лучше бы куда-то уехать и спрятаться там, да, от всего от этого. Но мы не можем с вами всё время прятаться, да? Нам надо как-то жить. И поэтому сегодня у нас вот такая тема. Как же во всеоружии встретить эту самую прекрасную весну, чтобы она не прошла, даже если у вас сейчас биологически идёт спад, да? Тем не менее мы знаем некоторые секреты, которые мы сегодня расскажем. Конечно. Как это всё грамотно, красиво и приятно пережить. Итак, что же... с чего вы предлагаете начать? Ну, можно начать с оставления такого графика своего личного на год. Всё-таки мы всё равно, многие живут именно календарным годом. То есть с 1 января по 31 декабря. Но кто-то живёт, например, учебным годом. У кого-то год в сентябре начинается. Вообще-то кто-то встречает Новый год по китайскому календарю, да? Да, у всех очень по-разному. Слава Богу, сейчас уже есть выбор, и ты можешь быть особенным. Да, и поэтому начать, наверное, со своего личного календаря. То есть понять, какой месяц у тебя на какое время приходится. И, соответственно, когда подъём энергии, надо действовать активно, не жалея себя, да? А, соответственно, когда спад, мы просто бережнее к себе относимся и больше даём себе отдыхать. Это не говорит о том, что надо лечь и лежать, и всё, у меня спад, не трогайте меня. Да, оставь себя в покое через месяц, и я буду готова с вами серьёзно поговорить, да? Нет, это говорит лишь о том, что мы к себе более бережно относимся, больше себя любим, больше заботимся о себе и больше времени уделяем на то, чтобы именно восстановить свою внутреннюю энергию. То есть ищем ресурсы, да? Да. Это своего рода. Про ресурсы мы отдельно поговорим, да? Да. Итак, любой Новый год, он начинается, наверное, с генеральной уборки. Да. И причём генеральную уборку, её можно сделать как внешне, так и внутренне. Всё зависит от того, к чему вы готовы. А расскажите нам и про тот, и про другой вариант, это очень увлекательно. Да, я расскажу. Ну, вообще, внешняя генеральная уборка, это, можно так сказать, что это всё, что на физическом уровне. Это, конечно же, наша квартира, то помещение, где мы находимся, где мы проводим большую часть времени. То есть это квартира. Офис. Офис. Это даже машина. Это сумочка. Отлично, да, у женщин, да? Потому что там тоже много всего. Это обязательно шкаф, шкафы, одежда, кладовка. Для женщин очень важна кухня, чтобы был порядок. Не только внешний, но, может быть, да, и в шкафчиках, и там в специях, не знаю, в крупах и так далее. То, что нам подсказывает, что вот если вот это я сделаю, то совершенства в мире станет чуточку больше. Да, 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 да. Всё верно. Также сюда входит у нас тело и внешний вид. То есть это всё, что мы видим внешне. Соответственно, одежда, обувь, украшения, не знаю, волосы, ресницы. Вес сюда входит, да, ногти, волосы. То есть начинаем вообще с элементарного, да? Начинаем, наверное, всё-таки с себя, потом с дома или с дома. Это кому как угодно, да? Кому как удобно. Кому как угодно и на что у вас есть ресурс сейчас. То есть... Всё-таки ёлку выбрасываю. Ну, наверное, да, её надо выбрасывать. Мишуру всё убираем, да, однозначно. Но, с другой стороны, это уже ощущение праздника. Праздника. Ну, сколько можно? Уже третий месяц пошёл, да? Хорошо. Значит, устроить другой праздник, вечеринку какую-то. Да, к примеру. Дальше я так полагаю, что мы можем с вами в этот же самый интерьер что-то внести, да? То есть если, например, вы действительно всё лишнее убрали. Для чего мы, вот с точки зрения психологии, почему человеку важно убрать всё лишнее? Потому что это забирает энергию, и мы на это тратим энергию. Вот, например, у вас есть... Вот я даже по своим клиенткам замечала, с некоторыми мы работали по женственности. И вот если женщина начинает, как это сказать, она обращает внимание, что у неё грязный пол, но у неё нет возможности его помыть. И она на эту тему расстраивается, злится и так далее. То есть, получается, мы сливаем свою энергию. Мы могли бы там на что-то позитивное, а получается вот на этот грязный пол. Но, с другой стороны, если вас волнует грязный пол... То возьмите и приберите. Нет, это показатель, что у вас с женственностью всё нормально. Нормально, да? У вас есть женственность, которую сейчас все активно развивают. Серьёзно? Никогда не думала, что грязный пол и женственность... Да, это показатель. ...показатель равнозначный. То есть, в принципе, женщине, которая не женственная, ей всё равно, как у неё пол. По сути, да. Ей некогда. Она занимается бизнесом, она занимается чем-то другим, всем, кроме дома. И грязь её не беспокоит. Но если вас беспокоит грязь, значит, вы женщина. Всё, отлично. Вы уже можете сказать так про себя. Отлично. Значит, что мы с вами делаем? Убираем всё лишнее, да, чтобы освободить... Энергию. Да, энергию. И в то же время так успокоиться. Вот это я сделала. Потому что, смотрите, чувство того, что я давным-давно собиралась прибраться в шкафах, да, и никак у меня не хватало на это времени и сил, а здесь я это сделала, да. Это такая хорошая галочка, которая говорит, о, мне это по силам, я двигаюсь дальше. А самое интересное, что даже есть целые методики, как прибираться. Есть такое направление «флай-леди». Вот я даже книжку себе купила, прочитала, потому что мне одно время было очень интересно, как устроить быт максимально эффективно. И что они предлагают? По 15 минут в день прибираться. То есть не сразу заняться генеральной уборкой, потому что некоторые боятся сразу. Это же страшно. Да, это страшно. Особенно если большая квартира. Да, да, да. Огромная дача. Да, и вот «флай-леди» предлагают по 15 минут каждый день что-то делать. Это из разряда экономики. Слона целиком съесть не можешь, да, по частичкам, пожалуйста, если любишь слонов. Да, если вам подходит такой вариант. На самом деле это очень интересный вариант. Но если вы готовы вот прям в 8 начать, в 12 закончить приборку, то, мне кажется, вот этот вариант лучше, когда вы уже всё сразу же уже не растягиваете. Вдохновение главное, чтобы хватило, да? Вдохновение, да. Вот нужно вдохновение для прибора. Смотрите, когда у нас что-то освобождается, да, у нас появляются всегда возможности, Вселенная такая мудрая, да, всегда появляется возможность что-то внести новое. А новизна, она кружит нам голову, она нас радует, да? Конечно, конечно, конечно. Конечно, новые вещи, новые платьишки, новая сумочка, это всё очень вдохновляет всегда. Новые шторы, там, да, басочка, ещё что-то. Новая посуда, там, да, что вас радует. Самое главное понять, что вас радует. Либо платье, либо посуда, либо шторы, либо что-то из интерьера, и это сделать, и купить. Отлично. Следовательно, мы с вами этот пункт выполнили с чистой совестью. Мы понимаем, что с телом у нас тоже всё в порядке. А если не в порядке, то сейчас пока у нас ещё можно кутаться в этих шарфах, в шапочке всевозможных, да, мы периодически всё равно появляемся в спортзале, или же просто активно гуляем, да, двигаемся, играем с детьми. И, поверьте, это не хуже, чем тренажёр. Конечно, конечно. Да, и эндорфилов не меньше будет всего от этого. Какой следующий шаг будем делать? Следующий шаг можно попробовать, если вы готовы морально, вы готовы к внутренней уборке. Да, это, наверное, сложнее, да? Да, это намного сложнее. И здесь, скорее всего, что нужно прибегнуть к помощи, нужна группа поддержки. Так, кого берём в группу поддержки? В зависимости от того, есть ли у вас в окружении такие люди, которые вас поддерживают. Например, подруга, да, либо мама, может быть, супруг или супруга вас поддерживают. Либо у вас есть, не знаю, коуч, психолог, психотерапевт, либо диетолог, предположим. В зависимости от того, какие вы задачи хотите решить, то есть нужна обязательно группа поддержки. А какие задачи стоят перед внутренней генеральной уборкой? Внутреннее. Ну, во-первых, разобраться в своих чувствах, эмоциях и о каких потребностях говорят наши чувства. В настоящее время, да? Да, в настоящее время. Потому что чувства, на самом деле, они как бы нам подсказывают, какая наша внутренняя потребность не удовлетворена. И часто мы иногда просто злимся, просто расстраиваемся, не понимая, из-за чего это. Вот я хочу привести пример. Вот, например, буквально вчера с утра я встала, был хороший день, он планировался семейным днём. У нас были запланированы поездки к друзьям. Я встаю и понимаю, что я вся раздражённая, недовольная. Я начинаю грозаться на детей, на супруга, и я задаю себе вопрос. Что происходит? Что меня не устраивает? И я понимаю, ну, просто это у меня такая каждодневная практика, поэтому мне это уже легко делать. Я так, ну, грубо говоря, сканирую тело и понимаю, что у меня болит шея и голова. И вот эта боль, она вызывает вот эти негативные чувства. То есть дети ни при чём, муж тоже. Дети ни при чём, вообще ни при чём. Друзья тем более. Да, 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 да. День запланирован отличный. И вот получается вот эта головная боль и шея. И, соответственно, я для себя решаю. У меня есть выбор, что делать. Или страдать. Я могу страдать, да, я могу дальше огрызаться на своих близких и обвинять во всех там, да, смертных и несмертных грехах. Либо я могу найти 5-10 минут и себя восстановить. То есть у меня уже есть в моём арсенале такие практики, упражнения, которые позволяют себя привести в чувство, как я это называю, да, привести себя в порядок. И, соответственно, успокоиться, потому что потребность удовлетворена. Я себя услышала, я о себе позаботилась. И, соответственно, всё, отличный день пошёл. И, кстати, не всегда сразу же медикаментозные способы, да? Да, у некоторых возникает сразу таблеточку взять. Я честно признаюсь, да, у меня ни одной таблетки нет, как смеётся у меня педиатр. У нас только ромашка на все звучит. Это хорошо. Да, вот так и живём, да? Да, так и живём. Долго и счастливо с помощью ромашки. Хорошо. Очень важно человек, чтобы мог к себе прислушаться, себя услышать, потому что от качества, да, своего диалога с самим собой, в общем-то, и качества общения с людьми, которые вокруг тебя. Правда? Да, да, да. Потому что, понимая себя, мы понимаем другого человека. Это, кстати, как раз о том самом развитом, хорошо развитом эмоциональном интеллекте, о котором мы говорили в прошлой программе. Отлично. Хорошо. Итак, внутренняя уборка. В чём она ещё заключается? Также мы можем разобраться в своих целях. Чего же я хочу? Да, без этого никак. Для этого, вообще, для внутренней работы, в первую очередь, нужна честность и откровенность с собой, и готовность увидеть, предположим, скелеты в шкафу своих, да, и свои какие-то неприятные стороны, возможно, вот, и чтобы понять, с чем работать. Да, и, соответственно, понимая цели, здесь можно использовать любое колесо. На самом деле, даже в интернете можно найти, забив колесо, и можно найти колесо жизненного баланса, колесо ценностей, можно найти колёса даже по разным сферам, там, например, по семейной жизни, по работе и так далее. Да, я сейчас просто нашим слушателям говорю о том, что мы, на самом деле, не в шиномонтаже сейчас, да, и не в магазине, где продают колёса, а это название психологических методик, да, с помощью которых мы можем, проекционных даже, можно сказать, методик, с помощью которых мы можем с вами как раз и простроить все те цели или посмотреть, да, диагностировать, каким способом, какой стратегией мы сейчас с вами сильны, да? Колесо – это просто как метафора нашей жизни, то есть колесо, мы представляем, что оно круглое, и оно катится, и, соответственно, колесо, оно делится на разные сектора, и чем у вас, получается, округлее, округлее, да, получается, разные сферы, тем, как бы, вы спокойнее катитесь по жизни, либо вы ровно катитесь, либо колесо вот такое вот всё, с шипами, деформировано, и, соответственно… Да, и сложнее двигаться, да, к саморазвитию, и счастью, да. Хорошо, назовите основные такие сферы, на которые стоит особо обратить внимание человеку, который строит вот колесо своей жизни, колесо целей. Я в своей работе использую колесо счастья австралийского психолога, вот, и здесь 16 сфер, то есть, на мой взгляд, чем больше сфер взять, тем лучше, потому что всё равно где-нибудь что-нибудь да вылезет, как говорится, вот это вот, я это называю определённый затык, либо туда, куда уходит энергия, и вы можете не понимать, что она туда уходит. Вот, и поэтому, чем обширнее, тем вот, тем где-то это проявится, появится. То есть, это своего рода такая диагностика ведь, да? Да, 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 диагностика. Значит, какие сферы? Первое, мы начинаем с любви. Отлично. Любовь, в первую очередь, к себе, к своим близким, здесь можно рассматривать любовь к Богу, к ближнему и так далее. Умение её проявлять, умение её, ну, здесь можно сфера брать-давать, вот я бы так назвала. Следующая сфера, это, конечно же, наше здоровье. Без этого никуда? Да, здоровье можно как в целом рассматривать, можно рассматривать как систему каких-то конкретных органов. Вот, работа, то есть, это сфера, которая приносит доход материальный, то есть, здесь конкретно с деньгами связано. Семья. Семья тоже может быть как своя собственная, либо семья как родительская. Тоже её рассматривали. Да, да, либо, если, предположим, у вас нет ещё второй половинки, то как личные отношения можно так рассматривать. Вот, обучение. Эта сфера отвечает за наши знания, умения, навыки, это то, чему мы учимся, это все повышения квалификации, ну, если кто-то уже закончил обучение, то есть, это какие-то учёбы, тренинги, семинары и так далее. Творчество. Сфера творчества здесь какие-то свои личные проекты, либо что-то мы делаем руками. То есть, возможно, здесь можно зарабатывать деньгами, но в целом это то, что вот... Вдохновляет. Вдохновляет, и то, что мы выступаем как творец, то, что мы создаём. Борщ, это тоже может быть творчество. Творчество запросто. Либо новый бизнес, это тоже может быть творчество. Опять-таки человек должен прислушаться к себе, да, и оценить, да, где же это у меня, работа или же это творчество. Просто здесь вот одно слово, например, слово творчество, и это слово можно рассмотреть с разных сторон. И вот на своих программах я про это рассказываю, и обычно у людей что-то откликается. Отлично. Да, какой-то аспект, вот я бы так сказала, какая-то изгра не откликается. А если ваша, вся жизнь, ваше творчество, да, одно сплошное семья, творчество и работа, творчество, такое тоже возможно, да? Конечно. И вот я, кстати, об этом всегда говорю, что творчество привнести в какие-то сферы, потому что для кого-то работа может быть тяжестью, а там же может быть одно творчество. Так же, как вот вы про семью сказали, это действительно может быть одно сплошное творчество. С утра до вечера. Одно сплошное радость, да. А если творчество в любовь внести, там, например, то и соединить сферы. Поэтому каждая вот из этих сфер, она просто очень многогранна. Деньги. И здесь конкретно мы рассматриваем удовлетворённость дохода. Тем состоянием, которое, да? Да, которое вот сейчас есть. Потому что для кого-то 20 тысяч – это мало, для кого-то это много, да, для кого-то это вообще копейки. Ну, у всех просто очень по-разному. И нужно понимать соотношение, довольны ли вы тем, что у вас есть, вашим доходом. Следующая сфера – это досуг, хобби. Это то, что помогает нам восстанавливать энергию. Да, и чаще всего мы на это тратим деньги. Вот, но это даёт нам большой заряд позитивной энергии. Дальше сфера – это интимные отношения. Следующая сфера – это физическая активность, спорт. В том числе и зарядка, например, сюда же. Дальше следующая сфера – это отдых. Отдых может быть как активный, так и пассивный. Также отдых можно рассматривать как путешествие. Вот, тоже очень многогранный аспект. Дальше – дружба. Здесь мы рассматриваем вообще наличие друзей, их качество и количество. И вот именно, а я обращаю внимание на качество связей. Регулярные ли это встречи? Да, то есть есть ли вот это близкие отношения? Или просто формальность. Да, да, да. Или это просто друзья в соцсетях. Да, в соцсетях. Там 4 тысячи. Которые ставят лайки. И ты никогда этих людей вживую не видел, если у них даже у некоторых нет фотографий, а стоит какая-то аватарка. Вот, здесь именно межличностные отношения, которые близкие. Когда вы можете поговорить? Это те люди, с кому вы можете позвонить в 3 часа ночи. И сказать всё, что вы думаете о них и себе, о своей жизни. Да, да, да. Дальше следующая сфера – это духовное развитие. В духовном развитии здесь можно, на самом деле, брать разные аспекты, начиная от психологии, заканчивая религиозными практиками, и в том числе и наличием или отсутствием, например, учителя-наставника. Дальше бытовые дела. Вот эта сфера мне нравится, на самом деле, больше всего, когда и своим клиентам я рекомендую здесь брать конкретные вещи. То есть это машина, стиральная машина, шуба, бриллианты. То есть есть у меня что-то, нет у меня чего-то, хочу я этого или не хочу, да? Ну, то есть телефон, бриллианты, шуба, что ещё, сумочка, одежда. Вот это всё сюда, в бытовые дела. Следующее – это обустройство жизни. Очень интересная сфера, и часто мы так не смотрим на свою жизнь. То есть если представить, что мы как район, ну вот мы и наша жизнь – это район, взяли инфраструктура, есть в этом районе. Взяли. То есть что такое инфраструктура? Представим, как в Москве строят районы. Да у нас ещё так учатся, в Москве уже так строят. То есть есть ли вот это дома, есть ли магазины, садики, школы, больницы, спортзал, там, не знаю, удобная остановка, парки и так далее. То есть вот всё ли есть в моей жизни для комфортного проживания. Существования. Да, да, существования. Вот, очень интересная сфера. Да, я бы хотела, пожалуй, так посмотреть на свою жизнь. С этой стороны мы не смотрим. И зато сразу же видно, да, какие моменты западают. Что не хватает. Да, да, да. И последняя, шестнадцатая сфера – это культурное развитие. То есть в этой сфере мы рассматриваем именно эстетическое развитие. То есть это вот театры… Чтение книг. Чтение книг, выставки. Вот это то, что развивает… Общение с людьми, которые действительно живут этим, да? Да, то есть что развивает наше чувство красоты. Как я могу в снежинке различить целую Вселенную, да? Да, да, да. Вот, и на самом деле сферы, многие, они перекликаются. То есть, например, здоровье, физическая активность, да? То есть они же могут перекликаться. Они как будто дублируют друг друга, но тем не менее они ещё раз тебя возвращают, чтобы ты смотрела на эту сферу более пристально, да? И дала такую уже трезвую оценку всему происходящему. Правильно я понимаю, что все эти сферы мы своего рода как-то даже градируем, да? То есть мы там оцениваем по каким-то, скажем, гибельбальной системе. Конечно, конечно, у нас же коучинговый подход. Конечно, мы всегда оцениваем ситуацию, что у меня есть сейчас, и, соответственно, что я хочу через тот период, который мы планируем. Но обычно это год. Потому что меньше, ну, как бы я не вижу смысла меньше планировать. Мне кажется, год – это самое оптимальное, ни много, ни мало. Когда у тебя есть время ничего не делать, а потом взять руки в ноги и начать что-то делать. Либо очень часто бывает так, что клиенты, казалось бы, ничего не делают, но потом, когда в конце года они поднимают вот эти документы, ну, как бы смотрят свои колёса и смотрят, а вот это сделано, а вот это сделано. А когда я это вообще сделала? Когда это я успела, да? Когда это я успела? Когда это я всё сделала? Это такая внутренняя сонастройка, да, наверное? Пока ты сидишь и составляешь вот это первое колесо, да, ты уже понимаешь перспективу, в каком направлении тебе хотелось бы двигаться, да? Да. И самое главное, если эта цель моя, ну, как бы каждого из нас, да, когда мы планируем, то эта цель не может не появиться в жизни. Это точно. А благодаря колесу, может быть, мы её оформляем, мы её, такой точный запрос Вселенную посылаем, вот, и выходят по заказу. Это как в Гугл, вот я всегда говорю, что это как в Гугл. Чем точнее запрос, тем точнее результат. То есть если наберу «я хочу машину», то тебе выйдет столько марок машины. А какая-то тоже машина, да, я там, предположим, хотела «Белый Мерседес», про что мы, в принципе, уже говорили. Хорошо. Очень интересно, спасибо большое такая практическая составляющая нашей программы. Вера, давайте, вот, если вот так прямо кратенечко, у нас просто не очень много времени с вами, да, какие ещё такие важные моменты можно привнести в свою жизнь, чтобы действительно во всеоружии встретить вот эту самую весну, которая, надеюсь, стучится к нам уже в окна, в сердца. Тема любви, да? Да. Влюбиться, влюбиться в себя. Да, влюбиться в себя. Я сейчас как раз читаю книжку Эрика Фрома «Искусство любить». Это на самом деле самая тоненькая книжечка и самая доступная, я имею в виду с точки зрения понятливости, она очень легко написанная, она тоненькая, её можно даже в аудиоформате посмотреть. Рекомендуем, почитайте. Рекомендуем, да, действительно очень рекомендуем. И вот он говорит о формуле любви. Всего четыре составляющие. Забота, ответственность, уважение и понимание. Вроде бы так всё просто, да? Вот про понимание мы уже с вами говорили, понимать свои чувства, да, и какие потребности они вызывают. Уважение проявлять к себе, да, соответственно, ответственность – это что такое? Что мы готовы отреагировать, то есть я понимаю, что у меня болит голова, соответственно, я хочу сделать упражнение, то есть это я реагирую. И тем самым я забочусь о себе, проявляю заботу о себе. Вот, и, соответственно, с чего здесь можно начать? Простой очень вопрос. Как я сейчас могу позаботиться о себе? И прямо ежедневно этот вопрос задаём о себе. Да, да, да. И выделять себе в день хотя бы 10 минут, как у нас называют их, заботливые минуты. Заботливые минуты. Да. Всего лишь 10, да? 10. Начать хотя бы один раз. А так-то желательно делать каждые 2 часа. То есть, соответственно, это 6-8 раз в день. Отлично. Если посчитать в минутах, это до полутора часов заботы о себе. Как здорово. Ну, мы хотя бы с вами, да, должны видеть эту планку, к чему надо стремиться. Да, да, да. То есть, представьте, полтора часа заботы о себе. И каждый день. Не любви к себе. И это, на самом деле, столько даёт энергии. И вне зависимости от того, спад у вас или подъём, но вот это вот даёт энергию и помогает реализовать то, что вы хотите. И особенно женщины, у которых и быт, и семья, и... И всё это на плечах, да? И работа, да, и всё это надо успеть, и пол помыть, в конечном счёте. Вот. А где взять энергию? Вот, в заботливых минутах о себе. Отлично. Ну, и, конечно же, если вы любите себя, то не за горами будет тот человек, который оценит вас, да, по достоинству, и может стать вашей половинкой, если вы вдруг сейчас одиноки. Или же, наоборот, если вы сейчас в семье, в паре, в отношениях, то тогда влюбите ещё раз в себя своего мужа, свою жену, да, ну, всех-всех тех, кто рядом с вами находится. Да, мужчины у нас на горящий глаз идут, на горящие глаза. Да, вот, я не знаю, каждый раз смотрю модный приговор, когда вот там сидят мужья, и когда вот выходят их жёны такие красотки, и вот как вот, там, некоторые чуть не сознание теряет водичку пьёт, да что ты не знал, какая она у него красивая. То есть это вот внутренне в себе вот эту энергию поднять, загорится глаз, и, соответственно, всё наладится. Ну что, мы сегодня говорили о внутренних составляющих, немножко в завершении о внешнем, да, как же можно ещё немножко себя поддержать? Ну, например, можно купить свежих цветов, можно посадить в горшки, например, тоже в мяту, базилик, там, луковицы, вот мы с детьми тут недавно расставили, да, по баночкам, чтобы как-то зелень, приход весны ощущался особенно сильно, да? Что ещё можно сделать? Вот такое, что вы у себя дома делаете, Вера, чтобы почувствовать весну ещё лучше? Сменить музыку. Раньше вы слушали одну музыку, а теперь давайте мы с вами возьмём какую-нибудь, ну, например, да, возьмём, почитаем новую книжку. Что ещё можно сделать? Можно сделать, помедитировать. Так, то есть оказаться внутри себя, да? Да, есть такая методика, кнопка выключения стресса, занимает 4 минуты, очень эффективно. Расскажите нам про неё в завершении. Да, 3 минуты, мы можем включить таймер на телефоне, 3 минуты, мы просто садимся, закрываем глаза и просто дышим, вдох-выдох, концентрируясь на вдыхании, и это 3 минуты, и потом минута, либо планка, из йоги многие знают, либо поприседать, ну, либо просто походить даже, встать, всего 4 минуты. Вот. Дальше можно действительно понаблюдать в окно. Вот сейчас, например, птичек много очень интересных появилось. Можно сделать себе на подоконнике, предположим, кормушку, и они будут прилетать, и как-то вот это очень вдохновляет. Да. Можно прогуляться тысяча шагов в день, 10 тысяч шагов в день, это примерно час прогулки одной с детьми, с подругой. С мужем. С мужем, с палками, например, скандинавская ходьба, да, можно вот это сделать. Дальше. Сейчас интересное такое направление, фейс-фитнес. Я не знаю, наверное, многие уже слышали. Да, это как привести себя в порядок, говорят очень эффективно. Дальше. Можно позвонить или написать сообщение своим любимым людям. Ага, здорово. Да. И вот знаете, вот сейчас, например, очень удобно, что в Вайбере, что в Ватсапе есть такая функция голосовое сообщение. То есть ты понимаешь, например, человек занят, но ты хочешь, ну, что-то ему сказать. И вот ты записываешь это голосовое сообщение и посылаешь, и когда у него будет возможность... Примерно, тогда он услышит вас. Да, да, да. И, соответственно, тебе так может ответить, и можно переслушивать потом. Не знаю, мне вообще-то так эта функция нравится голосовых сообщений. Отлично, отлично. Вот что можно? Про музыку вы уже сказали. Можно также попеть, потанцевать, порисовать, почитать книжку. Ну и вообще чаще улыбаться. Мне кажется, в весенние дни это как раз очень-очень актуально, да? Я, по крайней мере, заметила одно очень простое правило. Если я улыбаюсь, то в ответ мне тоже возвращаются тысячи и тысячи улыбок. Поэтому наслаждайтесь приходом весны, радуйте себя, радуйте тех людей, которые вас окружают, и будьте счастливы. С вами была программа «Практическая психология». Сегодня с Верой Тюлькиной мы говорили о том, как встретить весну во всеоружии. Вера, большое спасибо за такое количество практик. Вы действительно подтвердили, что наша программа называется «Практическая психология». Можно всё это просто брать и использовать. Спасибо за щедрость. Благодарю. Всего доброго. До свидания. Практическая психология.